Беседа святителя Иоанна Златоуста на послание апостола Павла к Титу. А беседа называется «Отче славий». Нет ничего, чего бы не повредили страсти. Как бурные ветры, нападая на тихое море, Возмущают его со самого дна, так что песок смешивается с волнами. Так и страсти, торгаясь в душу, возмущают в ней все и ослепляют мысленную ее способность. Особенно же страсть к славе, к земной, суетной. Презирать богатство нетрудно для того, кто захочет. Но чтобы презирать честь от людей, для этого нужно много усилия. Великая любомудрия нужна душа, как бы ангельская, достигающая самой небесной высоты. Ибо нет, истина, нет другой страсти, столь же сильной и везде господствующей, Хотя в большей или в меньшей мере, но везде. Каким же образом мы можем преодолеть ее, если не вполне, то хотя бы в малейшей степени. Если мы будем взирать на небо, если будем иметь Бога пред очами своими. Если устремим помыслы наши выше всего земного. Когда ты желаешь славы, то представь, что ты уже получил ее. Подумай о последствиях. И ты не найдешь там ничего. Подумай, какой она причиняет вред, Скольких и каких лишает благ. Ибо для ней ты подвергаешься трудам и опасностям, А плодов и наград одни не получишь. Вспомни, что между людьми есть весьма много злых. И презирай их славу. Помысли о каждом из них, как он, И увидишь, что эта слава достойна посмеяния. Узнай, что она есть больше стыд, нежели слава. И после того возведи ум свой к горнему зрелищу. Когда ты, делая какое-нибудь доброе дело, Думай, что нужно показать его людям. Ищешь, какого бы сделать зрителям этого дела, И стараешься быть видимым, То вспомни, что тебя видит Бог. И истребишь в себе всякое подобное желание. Отрешишь от земли и устреми взор к зрелищу небесному. Люди, если и похвалят, После будут хулить, будут завидовать, будут вредить. Если даже не сделают этого, То не принесут совершенно никакой пользы тому, Кого хвалят. Но Бог не таков. Напротив, Он радуется, Восхваляя наши подвиги. Ты хорошо сказал и удостоился рукоплесканий, Но что польза отсюда? Если рукоплескавшие получили пользу, И справились, Сделались лучшими, Отстали от прежних пороков, То поистине должно радоваться, Не бывшим похвалам, Но благой и чудной перемене слушателей. Если же они, Постоянно воздавая похвалы, Продолжая шуметь и рукоплескать, Сами не получают никакой пользы От этих рукоплесканий, То следует больше скорбеть, Потому что это послужит К их осуждению. Тебя прославляют за благочестие. Если ты истинно благочестив, И не знаешь за собой ничего худого, То должно радоваться, Не тому, что тебя почитают таким, Но то, что ты действительно таков. Если же ты, не будучи таким, Желаешь славы от людей, То вспомни, Что не они будут судить нас в последний день, А тот, кто верно знает наше сокровенное. Если ты, сознавая за собой грехи, Всеми почитаешься чистым от грехов, То не только должно радоваться этому, Но скорбеть и горько плакать, Представляя некрестанно тот день, В который откроется все, В который Бог приведет во свет Все тайное наше. 1 Коринфянам 4,5 Тебе воздают честь, Отвергни ее, Зная, что она делает тебя должником. Никто не воздает тебе чести, Должно радоваться этому. Ибо между прочими Бог поставил тебе на вид и то, Что ты пользовался честью. Или ты не знаешь, Что между прочими благодеяниями Бог поставляет в угаризну и это, Когда говорит через пророка. Амоз 2,11 Из сыновей ваших я избрал пророки, Изливающих из юноши ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израиля, Говорит Господь. Таким образом ты получишь ту пользу, Что не будешь предан большому наказанию, Кто не получает чести в настоящей жизни, Но терпит презрение, Не пользуется никаким уважением, Но подвергается оскорблению и унижению, Тот, если не приобретет ничего другого, То, по крайней мере, Не подлежит ответственности За получение чести От подобных себе рабов. Между тем, он получает отсюда И другую пользу. Он делается кротким, И смиренным, и тихим. И хотя бы захотел, Никогда не станет превозноситься, Если будет более внимателен К самому себе. Напротив, человек, Пользующийся великою честью, Кроме того, что делается тяжким должником, Придается надменности и тщеславию, И делается рабом людей, Затем, по мере умножения его власти, Бывает, принужден делать много чего не хочет. И так, зная, что для нас лучше, Не будем искать почестей. И даже, когда нам предлагают их, Будем отвергать, Отклонять от себя И истреблять в себе такое пожелание. Говорю это и начальствующим, И подчиненным. Душа, жаждущая чести и славы, Не увидит Царства Небесного. Это не мои слова. Не от себя я говорю их, Но Божественного Духа. Такие люди не увидят Царства Небесного. Хотя бы они упражнялись добродетели. Ибо принимают, говорит Господь, Награду свою уже. Матфея 6.5 А кто не получает это мзды, Тот как может привидеть Царство Небесное? Я не запрещаю искать славы, Но славы истинной, Той, которая происходит от Бога. Ему же, говорит апостол, Похвал не от человеков, Но от Бога. Римлянам 2.29 Будем благочестивыми в тайне, Не облекая себя гордостью, Притворством и лицемерием. Снимем с себя овчью кожу, Или лучше будем овцами. Нет ничего ничтожнее славы человеческой. Скажи мне, Если бы ты увидел множество малолетних детей, То есть грудных младенцев, То захотел ли бы ты себе славы от них? Так смотри и на всех людей В отношении к славе. Посему это и называется че-славием. Не видишь ли, Какие маски употребляются Действующими на зрелищах, То есть в театрах? Как они хороши, Как благообразны, Как подделаны под вид Самой совершенной красоты. Можешь ли ты указать мне Такие лица в действительности? Нет. Что же? Возбуждается ли в тебе Когда-нибудь любовь к ним? Нет. Почему? Потому что это пустая маска. Она подражает красоте. А на самом деле не есть красота. Так и слава человеческая пуста. Она только подражает славе. А на самом деле не есть слава. Постоянно только одна слава. Естественная. Внутренняя. А это, внешне, часто прикрывает безобразие. Впрочем, прикрывает от людей. И только до вечера. А по окончании зрелища и снятии маски Каждый является тем, как он есть на самом деле. Посему не будем обращаться с истинной так, Как бы действуя на зрелище с лицемерием. Скажи мне, что хорошего в том, Чтобы быть предметом зрелища для многих? Это тщеславие и больше ничего. Войди в дом. Останься один. И тотчас исчезнет все. Ты пришел на площадь и обратил на себя внимание присутствующих. Что же еще? Ничего. Все исчезло и прошло, Как рассеившийся дым. А чего же мы так пристрастны к вещам ничтожным? Какое безрассудство? Какое безумие? Нет, будем взирать только на то, Как бы похвалил нас Бог. Если это мы будем иметь в виду, То никогда не станем искать похвалы от людей. Но если даже они будут хвалить нас, Станем презирать, Посмеиваться, внушаться, Смотреть на это так, Как бы желая золота получили грязь. Пусть не хвалит тебя такой-то, Этим он не принесет тебе никакой пользы. А если он будет порицать, То не причинит никакого вреда. От Бога то и другое доставляет нам пользу или вред, А от людей все это тщетно. Таким образом, мы можем уподобиться Богу, Который не нуждается в славе человеческой. Славы, говорит он, от человеков не приемлю. Иоанна 5, 41. А это, скажи мне, разве не маловажно? Когда ты не расположен презирать славу, То скажи самому себе, Призрев ее, я сделаюсь подобным Богу. И то, че станешь презирать ее. Раб славы не может не быть рабом всех, И даже презрение самих рабов. Мы не приказываем того своим рабам, Что она преданным ей. Она заставляет нас и говорит, И переносит постыдно и бесчестно. И чем более видит нас послушными, Тем более увеличивает свои требования. И так будем убегать, Обещеваю вас, братья. Будем убегать этого рабства. А как, скажешь, мы можем сделать это, Если мы будем любомудро рассуждать О здешних благах, Если будем сознавать, Что все настоящее есть сон и тень, И больше ничего, То легко преодолеем эту страсть. И не будем предаваться ей Ни в малых, ни в больших делах. А если будем допускать ее в малых делах, То она легко подпадет под ее власть. И в больших. Удалим от себя источник ее. То есть безумие и низость души. Если таким образом мы будем иметь Помыслы возвышенный, То будем в состоянии презирать честь от людей, Устремлять ум свой к небу, И получить тамошние блага, Которые расподобимся все мы, Благодатью и человека, Любим Господа нашего Иисуса Христа, С которым Отцу вместе со Святым Духом Слава, Держава, Честь Ныне и Принесна, и во веки веков. Аминь.